Из семи пластиковых бутылок можно изготовить футболку, а из 700 алюминиевых банок – велосипед. И это только малая часть продукции, которую можно сделать из вторсырья. Сегодня во всем мире отмечается день рециклинга, вторичной переработки. Наша съемочная группа отправилась в Поволжскую экологическую компанию, чтобы подробнее узнать, что происходит с тем мусором, который мы ежедневно выбрасываем, и какую вторую жизнь он может получить. За раздельным сбором мусора стоит наше будущее. С подобными слоганами стартуют экологические движения, проводятся акции в школах, детсадах и парках. Особенно всколыхнула общественность новость о создании мусоросжигательного завода в Казани. Поэтому переработки и раздельному сбору отходов в городе уделяют все больше внимания. Мы погрязаем в свалках, и в том числе и наш город. А две трети из того, что попадает к нам на свалки, возможно переработать. Эти вещи получили бы вторую жизнь. Например, пластиковые бутылки, которые мы сейчас собираем в школах. Из них можно сделать флисовые куртки, наполнители для пуховиков, для подушек. Из килограмма газет можно получить 10 рулонов туалетной бумаги. А резиновую крошку, изготавливаемую из старых покрышек и шлангов, добавляют в асфальт. Весь цикл переработки этих отходов проходит в ПЭК. Сюда свозят мусор ежедневно. Это промышленные и крупногабаритные, а также твердые бытовые и коммунальные отходы. Те, что мы выбрасываем в мусоропровод. В день в отделение приема мусора поступает до 400 тонн отходов со всего города. Далее он отправляется на линию сортировки. В начале конвейера сепаратор отделяет мелкий мусор. Далее каждый работник выбирает свой вид вторсырья. Всего их здесь 25. Ну а в конце конвейера металлические предметы отделяет магнитный сепаратор. Отобранное вторсырье взвешивается, прессуются в кубы и отправляются переработчикам. В этот процесс включены резиденты, работающие с металлом, аккумуляторами и резиной. В скором времени здесь появится новый резидент, перерабатывающий изделия из углеводорода. Мы сегодня акцент делаем на те отходы, которые сегодня нет переработчиков. Потому что на резинах много переработчиков, на бумагах много, на полиэтиленах много. А есть отходы, которые тетропайки, мусорные мешки, их не перерабатывают. За последнее время все-таки народ может, кажется, и богаче стало, может и ленивее. Но то, что полиэтилен стало больше, это заметно. Внести свой вклад в процесс переработки могут и челнинцы, отмечают сотрудники экологической компании. Мусор рекомендуется выбрасывать в специальные контейнеры для раздельного сбора, где можно оставить и опасные отходы – батарейки, ртутные лампы. А сбор макулатуры в школах поможет сохранить бумагу в хорошем состоянии.